Итак, прежде чем я начну рассказывать об острых заболеваниях дыхательной системы, я хочу вам кратко рассказать анатомию и физиологию дыхательной системы. Эта система обеспечивает поступление кислорода в наш организм через кровь. Благодаря тому, что мы вдыхаем, дыхательные пути есть верхние, они начинаются с носовой полости, наружный нос есть, ноздри – это преддверие носа, потом идет полость носа, она делится носовой перегородкой. Там есть три носовых хода, которые сообщаются с околоносовыми пазухами. Это такие пространства костные вокруг носовой полости, лобные, верхние челюсти, решетчатые, которые предназначены для согрева и очищения воздуха, в том числе носовой ходы. То есть наш организм так устроен, что уже верхние дыхательные пути защищают нас от неблагоприятных факторов, которые попадают с воздухом. Воздух согревается, очищается. Дальше воздух поступает из носовой полости, там есть так называемые две хуаны, в носоглотку, это такая полость позади носовой, ротовой полости. И глотка переходит уже в пищевод и в орган голосообразующий, орган гортань. А ниже гортани уже начинается трахея, такая огромная, ну как большая дыхательная трубка, которая потом разветвляется на два главных бронха, идет такое бронхиальное дерево из бронхиальных трубок. И вокруг этих бронхов, из средних и мелких, находится легочная ткань. У нас состоит из сотен миллионов мелких-мелких таких тонкостенных шариков, пузырьков, можно назвать, наполненных воздухом, называется альвеолы. Вот все эти альвеолы, их где-то находится от 600 до 700 миллионов у взрослого человека. У маленьких детей около 100 миллионов этих альвеол. Вот только представьте, какая огромная площадь, через которую проходит кислород. И они оплетены капиллярами, вот через стенку альвеолы, и переходит кислород в кровеносное русло и насыщается кислородом. Вот пункция дыхательной системы отвечает за жизнь. И все люди, даже вот психосоматическое, есть такое направление, что если что-то с дыхательной системой, то это она выражает с точки зрения психологии желание жить, жизнелюбие. И меня очень всегда поражало, что родители очень так, ну как-то относятся к тому, что насморк заложенный нос, вроде бы ничего опасного, серьезного, но как-то так, ну как, ну не очень обращают внимание и не всегда вовремя ребенка предпринимают меры, чтобы ребенок выздоровел, нормально дышал. И получается, что я провел статистику, оказывается, все дети, неважно в каком возрасте, в младшем, в школьном возрасте, всех, у кого были насморки, ангины, бронхиты, все, что было повреждено с легочной системой, это все потом отразилось на других органах, а именно на почках, потому что в основном 95% бронхолегочных заболеваний – это наличие паразитарных возбудителей. Я о них чуть позже скажу, какие именно, это очень важно знать. И заболевания почек, потом заболевания сердца и заболевания позвоночника и суставов. То есть это все инфекции, которые симптоматически в основном лечатся, они все перешли потом с током крови на другие органы, именно которые… Что касается дыхательной системы, она еще является выделительной системой, потому что с выдохом мы выделяем углекислый газ, который нам не нужен, и какие-то в парах, во влажном воздухе токсины и яды – это когда уже не срабатывает система, она является таким последним рубежом, кожа последним. Кстати, кожа – это уже последний выделительный уровень, когда уже все забито. Вот легочная система предпосления, когда что-то не лады в организме. Итак, вернемся к дыхательной системе. Значит, первое, что взрослый или ребенок чувствует, когда происходит что-то не в порядке, это у нас либо чихание, либо першение в горле, в носу. Первое, что берет на себя удар – это слизистые оболочки носа, ротовой полости, потому что ротовая полость носовая, связанная с глоткой, переходит в глотку, а глотка уже переходит уже в нижний дыхательный пути. Виснет. А сейчас как меня слышно? Видно, слышно? Напишите, чтобы я понимал, что звук и то, что я говорю, оно доходит. Хорошо, отлично. Да, я буду смотреть, да, отлично, буду смотреть, ориентироваться на вашу обратную связь, чтобы я всю информацию смог вам качественно. Плохо, все чудо виснет. Буду надеяться, что качество будет лучше, потому что это связано с интернет-связью. Итак, отлично. Значит, первое на себя удар берут защиту – это слизистые оболочки. То есть они должны быть чистые, увлажненные, абсолютно цельные. И следующий момент – за носовой полостью, на задней стенке глотки, да, вижу, вижу, отлично, на языке есть миндалины. Это лимфатические образования, в которых находится наша защита иммунная. Я называю местное отделение полицейских наших иммунных клеток. Они сразу же, если кто-то залетел нам через носовые отверстия, через доктовое отверстие, они начинают включаться и нас защищать. Дальше, если они нас не защитили, это патогенные возбудители, микробы и другие вирусы, агрессивные какие-то микроорганизмы, они опускаются вниз. Дальше срабатывает гуморальный иммунитет, который расположен на слизистых оболочках гортани, трахеи, бронхов. То есть вот я еще раз подчеркну, уже первая защита идет на слизистых оболочках носовой полости, потом это лимфатическое кольцо, которое нас защищает из иммунных клеток, и потом на слизистые уже самого бронхиального дерева. Дальше, чем продолжить, я хочу, чтобы вы отметили и запомнили раз и навсегда, сделаю акцент, что дыхательную систему я бы назвал лимфобронхиальная. Почему? Потому что практически легкие окружены огромным количеством сосудов, капиллярам, кровь на 95% состоит из воды, и огромным количеством лимфатических капилляров, лимфатических сосудов, и огромное количество лимфоузлов, то есть жидкости в легких огромное количество. Сами легкие находятся в межплевральной полости, наполненной жидкостью тоже, серозные оболочки, которые покрывают саму ткань легкого и внутренние поверхности грудной полости. То есть практически легкие состоят из водного пространства. Почему я об этом говорю, делаю огромный на этом акцент? Потому что первое, что создается для развития болезней, это загрязнение водного пространства. Водное пространство настолько огромную занимает территорию, огромный процент, ну больше 90% в дыхательной системе, и если оно загрязняется, как оно загрязняется? Первое условие – это обезвоживание, оно может идти у детей и взрослых по определенным причинам. Не только недопитая вода, которая может быть некачественная или количества не хватает, но и экология грязная, стрессы, психологическое давление, страхи, негатив. От психологического давления, кстати, идет сильнейшее обезвоживание, спазм, закисление. Дальше – это неправильное питание. Ну, эта тема большая, просто подчеркну, что есть еда, которая сильно обезвоживает, сгущает кровь и наносит вот такой вот вред организму. Это фармпрепараты, практически все, они имеют мощный токсический эффект, идет сильнейшее обезвоживание. Так, дальше – это перегрузы, недосыпания. Перегрузы какие? В учебе, в труде, в недосыпе, то есть режим дня. Если режим дня идет сбой, то тоже это идет. Это первая почва для того, чтобы все любые патогены микроорганизмы быстро размножались и быстро активизировались. Поэтому для профилактики или что-либо не случилось с дыхательной системой, неважно, нос, горло, трахея, бронхи – это водный режим. Крайне важно, крайне, ну, как первое стратегическое значение имеет. По поводу воды. Многие говорят, что пьют воду. Я хочу сделать акцент на особых свойствах воды, которая будет помогать и для профилактики, и для восстановления в острых ситуациях. Прежде всего, воду необходимо пить в теплом виде. Теплая вода легче пьется, больше проявляет эффективность и меньше уходит энергии на ее усвоение и продвижение по желудочно-кишечному тракту. То есть это турбоэффект. И к этой теплой воде я рекомендую ее улучшать следующим образом. Несколько десятилетий уже миллионы людей пользуются такими карманными фильтрами, называется Coral Man, для улучшения свойств воды. Это реликтовый коралл цанга. Попав, соприкоснувшись с водой, он возвращает ей все физико-химические, энергоинформационные свойства. Эта вода становится энергетической и одухотворенной. То есть она мощно поддерживает все физиологические здоровые процессы, возвращает организму, поддерживает и иммунитет, и микроциркуляцию, и лимфодренаж. То есть практически все. Это мощная поддержка и восстановление при первых же симптомах или первые часы или в какой-то момент, когда человек в основном, люди, кстати говоря, обращают внимание на бронхолевочную, когда температура, кашель, когда уже очень плохо. Я рекомендую обратить внимание, прислушаться к своему организму, обращать внимание на малейшие какие-то отклонения, недомогания. В первую очередь, это что? Першение, какое-то чихание. Вот первое же чихание у детей, взрослых или какое-то першение. Поверьте, это не просто так. Это первые сигналы, которые надо обратить внимание. Заложенность носа. Ну, вот такие вот моменты можете взять на заметку. Если идет уже насморк течет из носа, если уже идет сухой кашель, если уже идет головная боль. Кстати, при вирусных, агрессивных инфекциях идет, наступает слабость в первые часы. То есть, потеря энергии. Мы первый день под простудой решаем проблему водой. Да, верно. Водой можно решить в первые часы. Сейчас я еще раз к воде вернусь. Абсолютно точно. У меня так с сыном было в детстве, когда он пришел вечером, говорит, ой, что-то я уже спать хочу, у меня нет сил. И я сразу понял, что это острая вирусная какая-то присоединилась. Он теплый, не литр, а где-то около литра теплый с кораллом, с H500, он начал пить и дальше побежал на улицу. Дети, кстати, очень быстро, если в первый час дать такую воду с Хоралмайн теплую. Но я рекомендую давать, когда вот такие признаки, на стакан, на 300 миллилитров. То есть, на небольшой объем теплой воды целый фильтр. И рекомендую улучшать воду вот таким вот продуктом. Это продукт, который номер один при всех дыхательных, бронхолегочных, многих-многих отклонений в здоровье, любых систем. Но он первые же часы, в первый день моментально связывает яд и тексин. Называется H-500. Это набор базовых щелочных природных минералов с водородом, отрицательной зарядкой. Самый мощный антиоксидант. То есть, антидот мгновенно разжижает кровь, мгновенно связывает яды и токсины, создает условия, кстати, Коралмайн H-500, особенно H-500, создает условия неблагоприятные, то есть, дезориентацию и деструкцию к размножению вирусов. То есть, создается внутри своей еда энергетическая мощный заряд и щелочность природная, которая не дает вирусу размножаться. И, кстати, первый шаг по острым дыхательным заболеваниям – это водный режим, то есть, промывание теплой водой с такими продуктами, которые возвращают в воде мощные природные оздоровительные свойства, благодаря которым тормозится развитие вируса, и он промывается и выводится. То есть, идет дезактивация. Дезактивация вируса и других патогенных микроорганизмов. Значит, водный режим важен, потому что при любой острой дыхательном заболевании, особенно вирусном, идет сильнейшее сгущение крови, сгущение лимфы, идет закисление мощное, потому что вирус через слизистые дальше стоком крови переносится в другие системы и органы. И чтобы препятствовать вот этому патологическому порочному кругу, начинайте сразу пить воду с этими двумя продуктами. Это первый и решающий стратегический базовый шаг, который даже если писали результат, сразу в первые часы уже даже можно на этом шаге уже получить прекрасные результаты. По поводу агрессивных вирусов хочу сказать, что продукт номер один, который в первые часы может с ним дезактивировать, вывести и промыть, это H500. Я рекомендую пить ни одну, ни две капсулы, а больше. Минимум 10 капсул в день, лучше 15, лучше 20, потому что если вы первый день, акцентирую внимание, промоете хорошо организм ребенку или взрослому, это абсолютно безопасно. Это как пить с горного источника, как пить с целебного источника, не переживайте. Чем больше будете пить, чем больше концентрации, тем лучше. И в этот же первый день будут результаты, тогда не затянется ни на два дня, ни на три, ни на неделю, то есть не будет растяжения вот этой хроники, которая будет из верхних дыхательных путей отпускаться в нижние дыхательные пути, ниже гортани. Следующий момент, который я хочу отметить, в это время необходимо прекратить есть продукты, сладости, мучные, мясные, то есть тяжелые, которые обезвоживают, перегружают печень, почки, поджелудочную. Легкое диетическое питание, никаких бульонов, в основном растительное, вот такая вот, можно кисломолочная, то есть еда, которая легкая и не нагружает организм, чтобы энергия и силы организма не шли на переваривание. В принципе, при острых дыхательных заболеваниях снижается аппетит и особо есть не хочется, особенно когда температура. Кстати, по поводу температуры. Если появляются первые часы температуры, тем более нужно пить на стакан очень теплой воды, небольшое количество, 100-150 мл, пакетик Coral Mine, несколько капсул H500 и каждый час, каждые полчаса или каждые полтора часа, чем острее ситуация, тем чаще пить эту воду. Следующий момент, исключить все напитки, которые есть, кофе, чаи, компоты категорически, оно будет только мешать и тормозить результаты, не давать организму выйти на правильный кислотно-щелочной баланс, потому что все мероприятия, которые будут направлены на решение вопросов острых дыхательных заболеваний, это выравнивание кислотно-щелочного равновесия, то есть ощелачивание, отличная микроциркуляция, ток лимфы, работа выделительных органов. При закислении все блокируется, стопорится, как заболачивается, то есть идеальная среда для дальнейшего размножения вирусов и других патогенных микроорганизмов. Следующий момент, переходим к паразитам. Итак, условия, при которых создаются моменты, что вот эти все патогенные микроорганизмы, паразитоформы, они размножаются. Первое, дефицит воды, раз. Второе, это закисление организма. Закисление может идти по разным причинам, и напитки, и еда неправильная, я уже говорил, и стрессы, и экология, и перегрузы. То есть вот этот закисленный организм, он не дает хорошей микроциркуляции, хорошей работе иммунитета, и вот эти все патогенные формы, вирусы, бактерии, грибы и другие, они прекрасно и быстро начинают размножаться с ускоренной скоростью. Поэтому вот два момента обезвоживания и закисления, это нужно профилактировать, не ждать, когда уже наступят первые симптомы заболевания или острое состояние, профилактировать. Ну, например, вести ежедневно, ставить целью водный режим, качество воды, дальше обратить внимание на питание, которое либо оно закисляет, сгущает, либо оно, наоборот, поддерживает здоровье. Если есть стресс и негатив, значит, защитить себя от этого. Вот. Дальше. Хочу обратить внимание тех, кто имеют хронические заболевания. Эти люди или дети, или взрослые, они больше всего подвержены. Почему? Потому что у всех хроников, неважно, какая система органа, у них уже закислен организм, уже плохая микроциркуляция, лимфа переполнена токсинами, то есть там уже среда благоприятная. Поэтому для этих людей особенно нужно решать вопросы со здоровьем, не ждать, когда появятся острые дыхательные заболевания. И теперь переходим к паразитам. Значит, больше всего находится в организме детей и взрослых, так как легочная система связана напрямую с лимфосистемой, больше всего лимфосистемы. Это грибковых очень много заболеваний, это вирусных, это бактерий, ну и попадаются даже глисты. Что касается бронхитов, то это аскоридоз, аскоридный бронхит называется. Это личинки размножаются в лимфоузлах и вызывают вот такой вот кашель, воспаление. Поэтому вот как регулярная противопаразитарная, противогельминтная профилактика очень важна, особенно для детей, для взрослых в том числе, чтобы не было никаких осложнений на дыхательной системе. Прежде чем я продолжу про паразиты, хочу подчеркнуть вот такой момент. Все, что начинается с носа, с горла, я рекомендую делать вот такие вот коктейли. Это натуральное средство кора муравьиного дерева, называется паударка. Оно очень хорошо работает на несколько классов, на вирусы, грибки, бактерии. И благодаря веществу лопохолу они начинают уходить. То есть благодаря вот этому фитовеществу эти все микроорганизмы начинают покидать, уходить из организма. Кору муравьиного дерева я рекомендую делать в виде коктейля с H500. То есть высыпается из капсул на небольшой объем теплой воды пару капсул коры, пару капсул H500. Это минимальный коктейль, который уже будет работать. И рекомендую еще кошачий коготь добавить. Вот если тройчатку такую сделать, противовирусный натуральный растительный продукт, то это будет мощное очищение от вирусов, бактерий, грибков и укрытием иммунитета. Потому что и кора коры муравьиного дерева, и кошачий коготь, они прекрасно еще поддерживают и укрепляют иммунитет. Дальше. Местно что делать? Местно можно промывать носовую полость через носовые отверстия H500 на небольшой буквально объем, там 10 мл, 20 мл теплой водички, просто закапывать, промывать. И также можно держать, не можно, а даже эффективно держать во рту, разжевать капсулы H500, 2, 3 и держать. Потому что они местно начинают создавать среду неблагоприятную для размножения. То есть идет дезактивация вирусов, бактерий, грибков, они не выживают. Для нас она для здоровья, то есть и кровоток, и микроток, и лимфа, дренаж, и повышение иммунитета, а для паразитов это, грубо говоря, смерть. Они в такой средине выживают. И если это ангина, горло красное, рекомендую прямо высыпать на язык кору муравьиного дерева. Можно вместе с H500, можно чередовать. И держать несколько минут, до 2, до 5, и даже до 10. Местно, находясь в ротовой полости, они переходят через ротоглотку со слюной, слизистой распространяется и в носоглотку. То есть идет местное такое оздоровление, эффект прицельного вот такого попадания вот на эти очаги инфекции. Потому что они, получается, как захватывают территорию нашу и вот проникают в ткани, и потом стоком крови разносятся по всему организму. Значит, пьем коктейли, делаем, держим во рту, закапываем в нос H500. И еще есть прекрасный продукт – жир эму с маслом чайного дерева – бальзам. Он великолепно работает, потому что там находится масло чайного дерева. Это мощнейшее противовирусное, противобактериальное, противомикробное, растительное средство. Работает мегаэффективно, а в жире оно не дает такого вот раздражения, потому что сам жир является антисептиком, смягчает, увлажняет слизистую, защищает ее от вирусов, от других патогенных микроорганизмов. То есть после H500 смазать носовую полость бальзамом – мега фантастически работает. И можно даже небольшое количество рассосать в ротовой полости, тоже будет великолепно. Дальше. Если першит в горле, если начинается кашель, я рекомендую масло чайного дерева. Но только грамотно, как сказать, правильно, комфортно, безопасно его применять. В том плане, что на чайную ложку или сметаны, или сливок, ну какой-то вот жидкости, капнуть две капельки, не больше, потому что она такая очень сильная, и подержать во рту несколько минут. Вот. Оно, получается, создает эффект аромотерапии, вот такой вот насыщенности, и микробы, вирусы, и все остальные, они просто гибнут, ну просто на ходу умирает, потому что оно работает безотказно и молниеносно. Вот. Также рекомендую буквально пару капель накапать в пустую капсулу из-под коры, из-под ассимилятора других продуктов, и с едой заглотить. Оно тоже, пройдя по глотке, по пищеводу, оно будет оказывать мощный антибактериальный, антивирусный эффект, тоже работает очень великолепно, превосходно. Итак, коктейли, держим во рту, рассасываем, вот масло чайного дерева. Это все носовая полость верхней дыхательной пути, горло и гортань. Кстати говоря, для гортани, когда вот садится голос, вирус садится на голосовые связки, либо другие микроорганизмы, очень хорошо вот этот бальзам, жир эму с маслом чайного дерева, либо сам жир эму. Ну и, конечно, коктейли, о которых я говорил. Они работают и в режиме скорой помощи, и в режиме курса оздоровительного. Следующий момент, что касается бронхитов. Когда уже все опускается, продолжаем пить коктейли. И номер один по защите от вирусов, от бактерий и других патогенных микроорганизмов – это фитоверон, это экстракт из 21 травы. Там сбор был, Нильс Душек, профессор немецкий, он сбор делал несколько десятилетий. Работает в синергии эти травы, экстракты этих трав в сиропе настолько мощно, что вот у меня моя внучка, ей почти 5 лет, с садика принесла какой-то вирус, и был сильнейший бронхит, свистела в бронхах просто как, не знаю. И она пила фитоверон до 4, даже до 5 стаканчиков в день, потому что очень сильно опустилась быстро, молниеносно, хотя начали уже давать и кору моровиного дерева, H500. Но у детей дело в том, что есть особенности детского организма, как называется генерализация процесса, очень быстрое распространение. То есть если вовремя, в первый час или в первые часы не дезактивировать вирус, вот эту интоксикацию, то быстро идет вниз. И вот что-то там я узнал позже, через пару дней, не сразу. Поэтому я сразу подключил фитоверон. Кстати, фитоверон я рекомендую, если у вас есть, держите у себя дома в аптечке, я не знаю, где там на кухне или в каком-то месте, там, где вы храните продукты для здоровья, потому что он вам пригодится в любом случае для профилактики, для скорой помощи. Если он есть, то сразу начинайте его пить вот вместе с коктейлями. Тогда эффект будет просто головокружительный, мега-космический к тому, что все, что я выше говорил. И вот если бронхит... Да, я вижу. Так, вопросы, вопросы. Какой схем может принимать при первых симптомах гайморита? То, что я говорил, в нос закапывать H500, бальзам держать во рту, и пить коктейли? В каких дозировках давали малышке по 30 миллиметров стаканчика? Стаканчиков 4 в день давали с утра до вечера. Вот в такой дозировке малышке. Моему сыну в 2,5 года помог фитоверон, он его теперь обожает. Да, верно. Фитоверон – это спасение, потому что он лидирует по результатам. Вот и он лидирует. Почему он лидирует? Потому что он спасает от самых агрессивных вирусов, которые только есть на данный момент в мире, и помогает получить результаты. Так, смотрю дальше в холодильнике. Да, после ковида бывает. Питический кашель, одышка, что-то... Фитоверон. H500, жир, печень и акулы. Фитоверон детям можно. Да, можно, можно. Даже маленьким деткам можно. С 2,5 лет можно, да. Благодарю, очень ценно подготовить, повторите склад коктейлей. Коктейль – кора муравинового дерева H500. Это минимальный коктейль. Лучше – кора муравинового дерева, кошачий коготь и H500. Вот эта троечатка, она базовая. И можно присоединить и корень солодки, и что там еще. Другие какие-то, бордог или артишок. Но это главная, это основа коктейля, который будет давать результат. Только как долго фитоверон можно давать ребенку пить для профилактики. Он может по одному стаканчику выпить на протяжении трех недель. Каждый день по одному стаканчику для профилактики. Пару дней назад не было фитоверона. Я стал пить апистоп и парафайт по две штуки утром. Дело в том, что парафайт и апистоп, они являются горечами, ощелачивающими, и шел эффект ощелачивания и противопаразитарного эффекта. Поэтому если нету под рукой ничего, то и черный орех подойдет, и парафайт. Я просто говорю, такие целенаправленные продукты, которые противовирусные, противомикробные. Но противопаразитарные тоже будут работать. Уникальная информация. Да, благодарю сыну. Семь лет сегодня начал кашлять. Дома есть только караман дерев. Какую дозировку давать? Смотрите, передозировки от коры не бывает, поэтому ему сколько? Семь лет можно даже до десяти, до пятнадцати капсул. Чтобы не опускался, помните, процесс сверхний дыхательный, нужно большие дозировки. Первый же день. Абсолютно безопасно, не переживайте. Лучше в виде коктейля. Вот такой коктейль. Ну, по две, по три капсулы. Если это вечер, то чуть больше, я имею в виду в течение дня, через каждый час, через каждые полтора часа. Так, мама зажигает, что? Кисает глаза, что можете посоветовать? Семь-четыре года. Ну, всех, у кого глаза, конъюнктивиты и так далее, я рекомендую развести на столовую ложечку H500, одну капсулу, взять только раствор на дне, отсадиться, прокапывать коллоидное серебро и H500. Вот эти два продукта, которые будут промывать и гной, и воспаление утром и вечером. Так, какой вид коры лучше принимать с сиреном или с мотой? Нет. Либо просто кора, либо с сиреном. С мотой она вязкая, такой в комок превращается. Нет, не с мотой только. А можно паразитарную программу пить, когда уже переболел или надо восстановиться. Противопаразитарную программу можно пить фоново, один раз в день, там, вечером или когда вам удобно. Особенно это касается коры муравьиного дерева или какого-то противопаразитарного продукта. Да, потому что сейчас время такое, что агрессия сумасшедшая, и она вас будет поддерживать иммунитет и очищать вовремя от паразитов и от микроорганизмов. Можно пить, когда уже перетак. Это я прочитал. Детям в возрасте одного года какие дозировки противорусных рекомендаций. В возрасте одного года коллоидное серебро и кора муравьина и дерево, если вы ему сможете с чем-то дать. Все. Это для детей одного года. До года коллоидное серебро. Вот около года еще можно кору и черный орех, если он будет с едой или с прикормом. Кушать достаточно. У меня от КМД, когда пью 2-3 штуки, печень начинает горечь. И плоховато. Почему? Это надо разобраться с вашей печенью. То есть очистить ее от токсинов, от паразитов, дать клеточное питание, потому что что-то у вас раньше было с печенью. Либо посмотреть, сколько вы воды пьете, какой режим питания, какая еда. То есть в комплексе нужно это все проработать. Какой концентрации можно разводить коллоидное серебро в качестве... Ни в какой не надо разводить, можно сразу капать, оно уже готовое. Солодку с какого роста можно детям. Ну, солодку можно после года полтора годика. Вот так вот. До двух лет, вот с двух точно. Так, парафайт. Ох, столько вопросов. Я просто, как этот, читаю. И когда... Мальчики, девочки, мне нельзя парафайт. Можно детям. Парафайт предназначен для взрослых. Для детей черный орех, карамурное дерево, экстракт чеснока, колонии в серебро. Его можно, если запущенная ситуация, с 6-7 лет, вот, лучше там с 10-11 лет. А так, в основном, детские антипаразитарные. Если было бактериальное пневмиссию, в марте вызвано. Теперь кашляю хронически. Что можно? Фитоверон однозначно можно, карамурное дерево, колодное серебро. И что-то противоглистное. Это уже по ситуации. Постоянная заложенность носа. Ну, заложенность носа, пить в теплом виде, печь 500 с карамурной водой, закапывать в нос, минимум два раза в день, промывать его лежа, да, и бальзам Жерему с маслом чайного дерева, держать во рту кору муравейного дерева, H500. Очень быстро пойдет вот эта заложенность носа и все, что связано с носовой полостью. Александр Громовна, так, благодарю, Ирина, начинайте сниматься очисткой лимфосистемы. Смотрите, да, сначала противопаразитарное очищение делайте, а потом лимфосистема, потому что лимфосистема переполнена токсинами, паразитами, ее сразу я не рекомендую чистить, иначе упадет обострение. Да, спасибо вам большое. Значит, продолжу дальше, я так буду посматривать, какие вопросы смотреть и отвечать. При кашле, при кашле ребенку в 7 лет, коготь, суперфлора, ассимилятор. Да, можно, смотрите, при кашле, ну вот фитоверон еще раз подчеркну, было бы прекрасно, если есть кошачий коготь, да. Ингаляции можно при кашле и ассимилятор. Кстати, при любых кашлях очень хорошо ассимилятор, он разжижает лимфу, очищает и способствует разжижению слизи от кашля, а не при ходу сухого кашля, влажный кашля, чтобы все вышло. Вот эти слизь, это мертвые лейкоциты, бактерии, грибки, микробы, вот все, чтобы оно вышло, да. То входит в антипризна программу для детей. Коралл, черный орех, кора муровиного дерева, экстракт чеснока, колодное серебро. Это входит в программу детскую. Если ребенок кашляет, сейчас улетело, можно с фитовированием? Да, можно. Скажите, как избавиться от изжоги? Клиент думает, что это от коралл воды. Нет, изжога – это сгущение, закисленность, густая желчь, обезвоживание внутри желудка, кишечника. Вот это все, когда он начинает пить, оно все поднимается, эти слои кислот, токсинов, киадов, и оно дает изжогу. Нужно дальше продолжать. Сорбенты, ферменты подключить, как в режиме скорующее, чтобы быстрее снимать изжогу и пить нормальное количество воды, допивать воду теплую. Подарков можно, по ударкам можно постоянно пить или делать перерывы. Ну, делать перерывы – это ж не еда, да. Ух ты! Так, подскажите, как называется изжоги? Это я вам сказал. Девочки, 90 лет, очень много бородавок. Это противовирусные. Это фитоверон номер один, кошачья коготь, жир печени, акулы. Нужно укреплять иммунитет. Иммунитет должен быть сильный при вирусном, при вирусном бородавке. Это вирусы, вирусы, которые называют эпидемиумы бородавок. Длительно, то есть несколько курсов противовирусных, СЭЙЧ-500 обязательно. Для иммунитета два главных продукта – жир печени, акулы – это полезный жир, 50 факторов укрепления иммунитета. И что-то из аминокислот. Ну, номер один – это противития ультра, очень сильно укрепляет иммунитет. Вот два продукта я рекомендую. Для детей – колостром плюс. Так, при кашле ребенку в 7 лет, коротко, так, это я уже говорил, как побороты. Фаренгит. Фаренгит – это фарингс, глотка. Находится позади ротогоносовой полости и гортания. Значит, пить коктейли и держать во рту. То, что я выше говорил, запись будет, поэтому еще раз прослушайте. Так, взрослому при хроническом гонке промывать нос H500, держать во рту кору, муравьином дерева и H500 и бальзамы в нос и во рту. Бальзамы, жир, и масло, и черное дерево и пить в виде коктейлей. Кора муравьиного дерева H500, ну, вот хотя бы минимум такие коктейли. Хороший питьевой режим с короманса H500 из Пентакана я рекомендовал. Слабый, слабый очень ребенок иммунитет. Хватаем уже постоянно брать, чем можно укрепить. Ну, смотрите, обязательно постоянно кормите его колострум плюс, жир печени акулы для детей. Что-то из аминокислот, либо спирулина, либо противите ультра. Дальше, и ему противопаразитарная это кора. Фитаверон шикарно было бы, если есть возможности, если есть фитаверон, кора муравьиного дерева, нужно черный орех, такую простую антипаразитарную программу детскую. Как поборота бронхита, я кителькиноча, все воспалено, лень, температура с 8. В больших количествах пить фитаверон, H500, жир печени акулы идет при всех бронхолегочных заболеваниях. Я еще противите ультра рекомендую. И вот эти коктейли, о которых я говорил выше, при пневмонии двухсторонней. Ну, пневмония двухсторонняя, это уже нужно антибиотики. То есть, если сильно острое критическое состояние, то фарм подключаем, чтобы не рискнуть это на грани жизни и смерти, нужно все, и то, и другое. Тут вопрос очень серьезный, нужно все применять в ход. Хотя вы знаете, что есть побочные эффекты, но я сторонник, чтобы жизнь спасти, поэтому все применить, а потом уже убирать последствия вот этих побочных эффектов, очищать организм, печень, почки, кровь. От чего икота, чем можно помочь? Грыжа. Ну, это лично мне или напишите, потому что у нас эфир ограничен, и я хотел бы свою тему закончить, подвести итог, чтобы она была завершенная логически, цельная моя лекция. Потеря слуха в левом шуме, рекомендации, терапия. Ну, липосомальный витамин С однозначно, когда связан со слухом, это сосуды нужно проверить у специалиста слух, какое среднее ухо, внутреннее ухо, где, на каком моменте, может это воспаление, то есть, если это воспаление инфекции, значит, нужно убирать первопричину, если это механическая, значит, надо разбираться в чем механическая причина. Приятите у ребенка антипаразитарную программу, атиты, гаймориты, синуситы, фарингиты, все остальное это детокс, продукты H500, ассимилятор, коралмайн, и противопаразитарные, если это верхние дыхательные пути, в нос и во рту держать, закапывать, то, что я говорил, очень хорошо будет вместе работать. Теперь смотрите, при бронхитах, значит, пьем все, что есть, и фитоверон, и кору, и кошачий коготь, H500, и делаем ингаляции, для того, чтобы ингаляции можно с содобуфер, или хвойные какие-то масла, вдыхается, оно помогает разжижить и откашлять хорошо, и с колодного серебра ингаляции, оно вдыхается и идет противомикробный антисептический эффект, так, что, ух, быстро очень идет лента, что нужно применять при отсутствии аппетита у ребенка, при вирусной болезни, противопаразитарную программу с детоксом, когда аппетит появится у ребенка, сильвермакс, да, сильвермакс, колодная серебро ингаляция, прекрасно, при парохитах, при всяких тяжелых формах, да, это верно, останется весь во рту, как быть, ассимилятором много пить, у меня вчера ребенок пяти лет, он не мог откашлять, у него прямо все в горле скопилось, и горло надулось, и голос сел, в большом количестве ассимиляторов, то есть на каждый стакан одну капсулу, я не знаю, там пять или шесть капсул мама дала, и прямо он во рту рассасывал и со стаканчиком пил ассимилятор, что прожижет слизь, так, ребенку три года лимфоузел, лимфоузлы, это паразиты в лимфосистеме и в организме, противопаразитарную программу, с ног лиц этим человеком, почему не находит, как вычисли лимфоузел, дело в том, что паразиты располагаются слоями, и они заполняют постепенно и лимфоузлы точно так же, вам нужно противопаразитарка, клеточное питание, перерыв, неделю-десять дней, потом снова противопаразитарка, постоянно какой-то один продукт для иммунитета и мощный детокс, вот, лучше с поддержкой печени, какой-то продукт, или лецитин, или бордок руд, так, я, сколько, если уже двухсторонняя пневмония, что делать, ну, в больницу двухсторонняя пневмония, острое состояние, только к врачам, тут вы уже не справитесь, так, натаковать в нос, может, и в уши, да, можно H500 везде закапывать, и в уши, и в нос, любые отверстия, он работает рано, и мгновенно заживает, не заживает, а становится кровь, уходит гной, если хроническая, значит, дольше нужно, да, может, не в тему, можно ли вылечить, вывести таксоплазмозом из организма, можно, но это длительное противопаразитарное очищение с ощелачиванием и с горечами, чем больше кровь ощелочена и больше горькая, тем быстрее выйдет таксоплазма, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, мужчина, 46 лет, у нас затылки шишками, это, ну, это надо смотреть и детали, что это, так я не скажу по словам, то есть, нужно разбираться, глотательная функция, даже воду иногда не может пролотить, нужно проверить состояние, состояние скелетных мышц, глотки, что у него, как с нервной системой, как иннервируется, то есть, разобраться, где он ассоцировать, что там вообще происходит, так, ну, диагностировать, то есть, либо это головной мозг, либо это периферические нервные системы и на уровне поломки работать с этим глотанием, так, как принимать фитоверон, если не принимая алкоголь, слусь, спирты, можете разводить водой или с едой, чтобы не чистый, может, не по теме, но как вылечить хроническую молочницу, ну, это грибок кандидоз, его вовнутрь нужно пить все противогребковое, кратко отвечаю, внутри влагалищные тампоны, жир печени акулы, карамариного дерева, сильвергель, вот, делать такую смесь, кашицу, и делать такие тампончики внутри влагалищные, местные, вот как местные про нос говорил, про горло, про рот, точно так же касается и других органов систем. Так, можно так, при ферункулезе, ферункулез это запущенная бактериальная инфекция, стафилококки и другие патогенные бактерии, вызывающие гной, стремтококки, стафилококки, нужно несколько противопаразитарных, противобактериальных курсов с перерывом и с иммунитетом, поддержка иммунитета, детокс. Так, лишает кошки, ну, тут нужно специальные мази и противопаразитарные, да, камни в желчном, камни в желчном, это обезвоживание, нехватка ферментов, неправильное питание, весное, сильно жирное, мучное, то есть убрать, нормализовать питание, добавить коралмайн, ассимилятор, лецитин, вот, вот это основа, так, дальше, кишечник или паразитарку, много, много не потянут, так, про камни я сказал, то есть питание, ну, дозу не увеличивать, там постепенно все это вам пить, итак, дорогие друзья, я надеюсь, наторных, дыхательных заболеваниях, коллоидное серебро, в первые часы, закапывать, прыскать, глотать, пить дальше, фитовероны, я рассказал, номер один, коктейли, карамру, мурвинового дерева, кошачьиковый, 1500, масло чайного дерева, тоже проговорил, сильвергель, когда горло больное, нос, воспаление, можно смазывать, и нос, и горло очень хорошо работает, дальше, для иммунитета, для иммунитета, на первом месте жирпечни акулы, дальше, идёт противити ультра, то есть, запомните, жиры и белки, но жиры, которые укрепляют иммунитет, жирпечни акулы, белки, противити ультра, номер один, повышает иммунитет, укрепляет жизненный тонус, обязательно, цинк, минерал номер один, для иммунитета при всех, не только бронхолегочных, любых, потому что он обеспечивает 80% биологических реакций, с ним связаны сотен ферментов, сотен гормонов, то есть он номер один, король. И он еще противовирусной активностью обладает цинк, то есть поддерживает практически все, укрепляет. Это краткая характеристика. Колострум плюс, липосомальный витамин D. И вот очень важны вот эти продукты для иммунитета. Значит, из жиров, жир печени, акулы, значит, как избавляться с тефилокока, насморк, это промывать нос, H500, вот эти коктейли, противобактериальные, противовирусные, кора, колодное серебро, можно парафайн подключить прекрасно. Ну, несколько циклов с поддержкой иммунитета. Значит, селен тоже хорошего, цинк, селен. Итак, дорогие друзья, итог какой в сегодняшней нашей встрече, что при первых же симптомах сразу применяйте Coral Mine H500, воду очень высококачественную, энергетическую, одухотворенную и оздоравливающим эффектом в теплом виде. Дальше коктейли эти из фитовеществ, кошачьей коготь, кора, фитоверон, если он есть, прекрасно. И сразу же кормите иммунитет. Не надо ждать, пока вирус или кто-то ослабит иммунитет. Если это связано с нервной системой, либо нервная система ослаблена, очень сильный акцент делаю на нервной системе. Грифония, кораллмагний. При любых бронхолевочных или любых заболеваниях нервная система должна быть в спокойном, идеальном состоянии, потому что от нервов выдают спазм, сгущение крови, снижение иммунитета. Просто даже грифонии поддержите и ребенка, и взрослого. Это моя очень настоятельная рекомендация. И укрепляем иммунитет. Да, благодарю. Значит, смотрите. Акценты, какие я сейчас сделаю, подводя итог. Первое. Сами люди или родители детям, или сами взрослые уже готовят почву для заболевания. Первое. Не допивают качественную воду. Что-то делают, что-то кушают, ведут какой-то образ, который ведет к закислению. Это два фактора, на которых размножается все. Неважно, как называется. Уже чуть-чуть какой-то сбой, какое-то ослабление, и все прицепится, начнет развиваться. Поэтому, если какой-то день не успели, в течение недели выравниваете, следите, контролируйте свое здоровье, делайте все для своего здоровья. То есть водный режим и детоксикация. Детоксикация – это против закисления. Дальше. Постоянно, регулярно очищайте свой организм от паразитов разных классов. И каждый день кормите свой иммунитет и нервную систему. По нервной системе хотя бы грифония, лучше весь комплект. По иммунитету хотя бы жир печени, акулы. Вот такие минимальные рекомендации, но они работают настолько мощно, настолько качественно, настолько результативно. Вот кто первый раз, даже не поверите. Но это можно проверить. Из своего огромного опыта вам скажу. Это большое счастье – быть здоровым. Сегодняшняя моя встреча посвящена тем людям, которые хотят быть здоровыми. И даже если вдруг что-то случилось, все мои рекомендации, эта запись будет. Можете применить и получить шикарнейшие результаты, сэкономить огромное количество денег в определенных местах, вы догадываетесь. И быть здоровыми, и быстро выскочить. Потому что в моей практике от нескольких месяцев дети выздоравливают на продукции Coral Club, выходят из разных ситуаций. Год, два, три и выше, и пожилых. То есть я могу прогнозировать результат как специалист, как доктор. Очень благодарен компании, которая производит продукты для здоровья, о которых я говорил. И я очень ценю, уважаю и благодарю всех, кто организовал, создал, производит продукцию. Эта ценность не имеет цены. Поэтому я вам искренне желаю пользоваться для профилактики, для укрепления и для решения всех ваших вопросов по здоровью. Всем желаю счастья, благополучия, успехов. Берегите вам крепкого здоровья, вам, вашей семье, всему вашему окружению, родным и близким. Очень вас уважаю, семью люблю. С уважением и благодарностью Александру Николаевичу Слученко. Спасибо.